Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психовармыча, который всегда на вашей стороне. Уверя нашей эмблеме, нашему девизу «Заужив в хаблаке у мёртвых, разбивая молнии», уверя нашему гуру-учителю Психовармычу, продолжаем заниматься наукой и разработкой классификации антидепрессантов, которая бы устраивала вообще всех. Ещё раз, нам бы хотелось избежать критики. Пишут, цепляются к различным буквам, там ещё. Нам бы хотелось, чтобы этого вообще не было, чтобы классификация была общепринятая. Ну и сегодня мы будем рассказывать про серотониновые антидепрессанты. Эта группа, она, в общем-то, есть во всех классификациях, не только в нашей. Вот нам это вот разонравилась, честно говоря, структура. Теперь, что касается серотониновых антидепрессантов. Серотониновые антидепрессанты, они вообще есть во всех классификациях. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Никто с ними не спорит. Мы можем их называть противотревожными, антиабсессивными. На самом деле, прошу прощения, на самом деле, конечно, лучше их называть. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Так, общепринято, чего выделяться. Шесть препаратов. Серторолин, парокцетин, цитлопрам, цитлопрам, флокцетин, флокцамин. Что мы добавили? Ну, просто буквенное обозначение. Буква С большое, со стрелочкой вверх, активно влияет на серотониновые нейроны. Говорили о том, что это не совсем антидепрессанты, недосанты, потому что при лечении депрессии все-таки активности маловато. Смотрите, серотониновые препараты, они могут воздействовать на серотониновые нейроны прежде всего, а депрессия – это снижение активности трех типов нейронов. Так что, понятно. Зато при очень многих психических расстройствах селективные ингибиторы обратного захвата серотонина используются. Этот вот гидротревожный, там много у нас других гидр и всяких драконов, куда эти препараты можно легко засунуть. Ну, это не только наше мнение, это мнение всех ведущих фармакологов. Мы ссылаемся к клиницистам, ссылаемся на Сталя, который написал о том, что, обладая общим механизмом действий, реализуются, видите, при депрессиях, всенокомпульсивной расстройстве, паническом суциофобии, ПТСР. Список, на самом деле, можно продолжать, потому что появляются новые психические расстройства. Заходите на наш плейлист «Новые психические расстройства». Как вы их будете лечить, если вы их даже не знаете пока ещё? А ведь надо знать наперёд, вдруг в 2025 году, то есть в следующем, МКБ-11 вступит в строй, а вы не знаете психических расстройств, которые там обозначены. Как вы их лечить будете? Вы их даже диагностировали? Заходите. Так вот, значит, понятно, мы сейчас подробно на этих слайдах останавливаться не будем, это Сталевские слайды. При обсессивно-компульсивном расстройстве помогают, при паническом расстройстве помогают, при социофобии помогают, при ПТСР помогают, при булимии помогают. Везде помогает. Ну, а раз везде помогает, то, в общем, хорошая группа. И надо вам сказать, что очень переносимая. Вот это наша классификация антидепрессантов. По переносимости. Вторая категория – одна из самых лучших. Как мы делали эту классификацию? Одна из основополагающих таких базовых моментов этой классификации – это способность препарата действовать на различные нейроны. Понятно, что чем большее количество нейронов препарат действует, тем побочных эффектов больше. Чем уже его воздействие, влияние на нейроны, тем меньше побочных эффектов, потому что считают только люди очень, ну, не совсем образованные, что одно дело побочный эффект, другое дело терапевтический. По большей части это один и тот же эффект. Ну, давайте возьмем, например, снижение артериального давления. Эффект терапевтический, если вы, например, гипертоник, и вам надо давление снизить. А если давление снизится сильнее, и возникнет гипотония, то эффект уже будет побочный. Ну, механизм-то один и тот же, на самом деле. Так вот, чем меньше механизмов действия препарата, тем он легче переносится. Поэтому мы выделили всю эту группу препаратов во вторую категорию переносимости. Только активизирует серотониновые нейроны, с этим связаны побочные эффекты. Понятно, что если эти препараты помогают при куче разных психических расстройств, хорошо переносятся, то тогда их продажи растут, что, в общем, и действительно отмечается во всем мире. И продажи растут, и использование растет, и продолжается расширение использования. Еще раз говорю, заглядывайте, пожалуйста, почаще в наш плейлист «Новые психические расстройства». Надо вам сказать, что мы решили, конечно, подтверждать вот эту точку. Тут, в общем, подтверждать-то все согласятся, что и распространенная группа препаратов, и хорошо переносится. Но все-таки решили подтвердить, подстраховаться, и проводим опросы зрителей наших. Очень вас прошу, пожалуйста, участвуйте в опросах на вкладке сообщества. Это делается для вас же, потому что вы должны знать, какими вас должны лечить препаратами. Вы должны знать, чем характеризуется эта группа препаратов. И вы должны знать это не просто с чьих-то слов, а вот вы должны знать со слов зрителей, которые на своей шкуре эти препараты попробуют. Поэтому, пожалуйста, вот заходите на эту вкладку в сообщество. Вот, например, здесь про препарат перзидол, он не относится к ССС, это просто пример. Например, обратите, пожалуйста, внимание, вот этот препарат спрашивали, помог, не помог, затрудняюсь с ответом. И регистрировали количество участников, сколько голосовало. Надо вам сказать, что нам важна каждая цифра, поверьте мне. Ну, например, войдет какой-нибудь человек, для которого препарат перзидол очень-очень хорошим оказался. Он увидит, помог 12%, и не буду я голосовать, все равно мой голос ничего не значит. Значит, ваш голос, поверьте мне, каждый голос учитывается при статистическом. Голосуйте, пожалуйста. Нам это очень-очень важно. Не обижайтесь, что он там кому-то не помог. Это не так суть важна. Или дооборот. Заходит человек, которому этот препарат не помог, посмотрит. Ну, чего я буду голосовать? И так видно, что он большинству не помог. Не буду я голосовать. Тоже голосуйте. Ваш тоже голос очень-очень важный. Ну, кроме того, что мы спрашивали об эффективности, спрашивали и о переносимости. Потому что это тоже очень важно. Здесь тоже не СИАЗС, а нафронил трециклический антидепрессат. Ну, в данном случае неважно. Хорошо переносил, плохо переносил. Затрудняйся, соответственно, принимал. Ну, не знаю, не то хорошо, не то плохо. А может, на фоне других препаратов переносил. И непонятно, с чем побочный эффект. Ну, и количество голосов. Получили вот такую таблицу. Еще раз говорю, эта таблица является открытой. Мы можем поделиться этой таблицей. Пожалуйста, используйте эту таблицу. Но мы вас очень-очень просим. Пожалуйста, ссылка на канал Психфарм ТВ. Ну, это вещь обязательная. Потому что нам бы хотелось, чтобы все-таки знали о том, что у нас есть Психфарм, гуру, учитель, который всю эту программу разработал. Ну, и сами понимаете, все-таки в науке принято ссылаться на первый источник. Вы уж меня, ради бога, извините. Итак, если мы сравним, вот по всем этим показателям, там, помог, не помог, сколько там человек, хорошо, плохо, это самое, то увидим, что на самом деле, чем прежде всего отличаются эти препараты, отличаются хорошей переносимостью. То есть, они хорошо помогают чаще, чем остальные. Прошу прощения, хорошо переносятся чаще, чем остальные. Надо вам сказать, что они помогают чаще, но на уровне тенденции. Мы еще будем пересчитывать, разбираться. Тенденция очень хорошая. Я думаю, что мы получим статистически достоверные различия. Тем не менее, это понятно, да, все. Хорошо переносятся и часто помогают. Ну, почему часто помогают? Да при куче различных психических расстройств. Что еще их отличает? Ну, очень мало людей затрудняются с ответом в отношении, опять же, переносимости. Ну, потому что, понятно, принял препарат, ничего плохого он не принес, значит, хорошо, он переносится, тут все нормально. И распространенность. То есть, препараты назначаются очень и очень широко. Число зрителей, которые принимали СИАЗС, гораздо больше, чем число зрителей, которые принимали остальные антидепрессанты. Я думаю, что это очень понятно. Итак, ингибиторы обратного захвата серотонина. Это действительно группа препаратов, которые используются очень и очень широко, которые хорошо переносятся, которые часто помогают, потому что их часто тоже назначают. Одна из наиболее популярных групп антидепрессантов во всем мире. Понятно, что ничего тут нового мы не сказали вместе с психфармачем. Зато мы много чего сказали по поводу антидепрессантов с рецептурным действием. И, я надеюсь, скажем новое про антидепрессанты, которые являются неизбирательным, обладают неизбирательным действием на серотониновые нейроны, а действуют еще и на норадреналиновые, дофаминовые и другие нейроны. Как всегда, я вас прошу, пожалуйста, комменты, лайк, подписка. Очень важно, чтобы все знали, что наши зрители мудрые, что они могут заменить доказательную медицину. Ну и, пожалуйста, для этого надо, чтобы YouTube продвигал этот ролик. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!